Всем привет, ребятки! На связи Booster и вы попали на второй урок мини-курса по Logic Pro X. Я в прошлом уроке рассказал вам, на что обратить внимание при первом открытии нашего DAO, нашего секвенсора. Здесь же я расскажу немножечко про настройки перед записью. То есть мы разберемся, на что нужно обратить внимание перед записью нашего инструмента. Пока мы работаем с аудиодорожками, вот мы сделали в прошлом уроке две дорожки. Те, кто только попал на этот курс, напомню, что он больше рассчитан для новичков именно на первых этапах. Дальше мы будем погружаться в все более сложные темы, поймем как написать тот же какой-то бит-рэп в разных стилях, написать оркестровый трек. То есть все лайфхаки будут в этом курсе с поэтапным погружением. Поэтому обязательно подпишись, поставь колокольчик и жди новых видосов. На что нужно обратить внимание перед первой записью? Во-первых, во вкладке Logic Pro X Preference, Audio, еще разочек обратить внимание на Output и Input Devices. Я уже говорил в прошлом уроке, что если у вас есть аудиокарта, то необходимо в Output и Input добавить свою аудиокарту. У меня в Output Devices стоит многовыходное устройство, которое я создал в отдельной, скажем так, MIDI настройках, чтобы, соответственно, у меня появилась возможность записывать и voice, и записывать звук из своего лоджика. Об этом лайфхаке, кто захочет, да, может написать мне. Я напишу, сделаю, запишу ролик, как отстроить ОБС и вот в таком ключе, чтобы вы могли тоже записывать какие-то видосы. Вот, ну что, приступим. Первое, на что нужно обратить внимание, проверить вообще, есть ли у нас входной сигнал. То есть, какая у нас дорожка создана, точнее, какая входная, входной сигнал у нас выбран, Input 2, Input 1 или 2. В данном случае у меня на втором, на втором канале у меня включен микрофон, в который я сейчас разговариваю. В первом у меня включен, включена гитара, точнее, джек пустой. И вот мы, я его касаюсь, и у меня, соответственно, дергается наш сигнал, мы видим на треке. Мы подключили, соответственно, наш инструмент, нашу дорожку. Выбрали обязательно нажать, то есть, так как у нас дорожка в первом канале нашей гитары, обязательно отстроить нужно на аудиоинтерфейсе наш сигнал. Вы сейчас слышите с микрофоном гитара, но мы не слышим ее в проекте. Что нужно сделать для этого? Для этого нужно, во-первых, нажать наш Record, кнопочку, да, и вторым делом включить Input Monitoring. У нас сейчас сигнала все равно нет. Мы возвращаемся в настройки, настройки General, Audio. И здесь мы можем включить Software Monitoring функцию. И теперь мы должны слышать свою гитару. Ля-ля, да-да-да-да. Вот и все. Помните, да, если мы включим 1024, Apple Changes, мы услышим, увидим задержку. Я думаю, вы тоже ее слышите. Меняем обратно на 256, я в основном пользуюсь 256. Что если у вас уже накиданы какие-то плагины, да, какие-то VST-шек много, MIDI много, и у нас все равно есть задержка. Мы в этой области, нажимая правой кнопкой Customize Control Bar Display, у нас появляются настройки нашего Control Bar, где, соответственно, мы можем включить дополнительные функции. Мы можем включить Auto Punch, Software Monitoring, Auto Input Monitoring, Pre-Fader Mettering, Low Latency Mode. Этого достаточно. Вот эти все функции, которые как раз я расскажу про них в следующих видео. Software Monitoring мы уже включили через настройки. Мы могли это сделать с одной кнопки. Мы не слышим. Мы слышим. Это очень удобно при записи вокалистов, при записи каких-то отдельных ребят, ну, то есть инструментов. Да, то есть звукорежиссеру удобно с одной кнопочки быстро выключить, включить, чтобы не записывать лишнего. Вот. Что дальше? Допустим, если у нас есть задержка, как убрать ее? У нас есть функция Low Latency Mode. Она включается таким образом. Тем самым она, как я уже сказал... Давайте повесим какой-нибудь Amplifier. Нет, нет. Об этом, об этой задержке мы узнаем в следующих уроках и поймем, насколько важен вот этот Low Latency Mode в работе. Потому что не у всех карт есть такая быстрая цифровая обработка. Я знаю, кто-то пользуется вообще ASIO или как там, по-моему, ASIO, да? То есть это встроенный, я не знаю, для Apple, для Logic есть ли он. Ну, по-моему, да, тоже есть также. Он сейчас и на Windows, и на... Это эмулятор, по-моему, аудиокарты, аудиоинтерфейса, который создает, соответственно, возможность отстраивать вот эту задержку, отстраивать дискретизацию, скажем так, из аудиосигнала в цифру, вот. И, следовательно, там это можно все сделать. Здесь же, как бы, чтобы не париться, чтобы не искать дополнительные какие-то плагины, есть вот такие функции, как Low Latency Mode, настройки, да, как я уже показывал, буфер сайз, да, sample rate поменять, плюс можно recording delay еще отстроить, да, детальную прям, вот. Тем самым мы можем записать качественный, удобный, комфортный трек наш аудиоинструмента, и не париться с этими настройками. Очень важный момент – отстроить входной сигнал. Входной сигнал мы отстраиваем и смотрим в нашем микшерном пульте, на дорожке нашей, да, вот, которая выбрана у нас сейчас. мы можем посмотреть. Мы можем посмотреть, что у нас пикует наша запись, что нужно сделать на нашем аудиоинтерфейсе, прибрать наш входной сигнал. Главное, чтобы не было красным, и посмотреть, понимать нужно на динамику, которая у нас должна при записи использоваться. Давайте проверим, просто запишем. Ну что-то такое просто. И теперь послушаем запись. Вот, все точненько, точненько, все ровненько в метроном, следовательно, наша запись попадает в такт, следовательно, наша запись без задержки, и мы можем дальше работать с этим каналом, с этой дорожкой. Все, в этом уроке хватит. В следующем я расскажу лайфхаки при записи, при записи дублей, при записи работы с лупом, с сайкл модом, и детально разберемся с функцией автопанча.